Гуляло эхо бесконечности. Часть третья. Один. И вот, лежу я на ржавой кровати в занюханной деревне в Марокко, посреди разваливающегося тела и мира, да, а потом ничего, оклемался. Оказалось, я не умираю. В конце концов поднялся и пошёл. И даже с миром, кстати, ничего не стало. Жизнь, знаешь ли, непредсказуема. Хм, интересные у вас истории, уважительно проговорил Лукас. В голосе его, впрочем, было не до конца замаскированное нетерпение. Непринуждённым тоном он добавил. Может, пойдём потихоньку? Его собеседник слегка улыбнулся. Ну, пойдём, пойдём. Они поднялись из-за столика летнего кафе, оставив на отполированной поверхности пустые тарелки и две чашечки со следами допитого эспрессо. Перед ними лежал залитый солнцем перекрёсток. На противоположной стороне возвышался сверкающий небоскрёб, к подножию которого они и направились. Дойдя до светофора, встали в ожидании зелёного. Лукас искосо посматривал на своего собеседника, пока, наконец, не решился спросить. «Скажите, господин Марина?» «Ишь ты, господин Марина!» Дружелюбно передразнил его спутник. «Хватит уже с этим! Просто Франческо!» Он слегка подался в сторону Лукаса и доверительным тоном добавил. «Если хочешь, можно даже просто Франц. Всё-таки мы на вашей земле!» Лукасу показалось, что для первого дня на новой работе переход на столь панибратское отношение был скроват. Впрочем, начальнику виднее. Тем более, что с самого момента их знакомства стало понятно, что его новый шеф — человек нестандартный. «Хорошо, Франческо. Так скажите, чем конкретно я буду заниматься?» «Я, конечно, почитал документацию, но всё-таки не очень понял, в чём именно моя роль». Франческо окинул Лукаса оценивающим взглядом. «Я вижу, мой друг, тебе не терпится взяться за дело? Ну что ж, это похвально, весьма похвально. Хочешь знать, чем будешь заниматься? Изволь. Ты у нас универсал, так что для начала попробуешь всего по чуть-чуть. А там и увидим, где твоё настоящее место». Светофор сменил цвет, и они пошли. Лукас задумчиво спросил. «Думаете, так будет лучше всего для компании? Я в том смысле, что, может быть, мне стоит взяться за что-то одно, чтобы принести максимум пользы?» «Нет-нет», — замахал руками Франческо, — «не думай пока о пользе. Мы, как-никак, самая большая страховая на континенте. Уж не разоримся, если ты некоторое время поработаешь вхолостую. Намного важнее, чтобы ты нашёл для себя подходящую роль. А там уж польза сама польётся изо всех щелей. Только вёдра подставляй, поверь моему опыту». Они подошли к небоскрёбу. Лукас взглянул вверх. Идеально ровные панели окон устремились в синюю бесконечность неба. Солнце плясало на стёклах и чуть слепило глаза. «Да, вашему опыту сложно не поверить», — согласился он. «Вы его собрали с запасом». Франческо хохотнул. «Что есть, то есть», — хитринка блеснула в его глазах. «А что тебе не терпится?» Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Тогда считай, что тебе повезло. У тебя ленивый шеф, а ленивый шеф, как известно, способствует продвижению по службе». Он подмигнул. «Что, интересует тебя в перспективе моё место?» «Мне пока со своим бы разобраться», — уклончиво ответил Лукас, сохраняя непринуждённый вид. Упоминание карьерного роста вызвало весьма аппетитные мысли. Но он тут же остановил их, как не идущие к делу. Глянул на Франческо, тот только понимающий улыбнулся. Они зашли в огромные стеклянные двери, двинулись через воздушный холл. «Не торопись, мой друг, попасть в начальники, а то успеешь. Поверь, ничего особо интересного тут нет. Это просто возможность для нас, стариков, продавать то, что у нас ещё осталось. Опыт. Что ещё делать, когда мощностей мозга уже не хватает для продажи эффективности?» «Да, пока у тебя голова работает», — Франческо постучал себя пальцем по лбу. «Наслаждайся работой в поле!» Он сделал паузу и картинно вздохнул. «А то потом захочешь, но...» Он не договорил и задумался о чём-то своём. Лукас подождал, не закончит ли шеф свою мысль, и, не дождавшись, проговорил. «Да, пожалуй». Он предъявил сканеру сетчатку глаза и пробудил лифт, который унёс их в бездну верхних этажей. Два. Выйдя из лифта, они попали в огромный светлый зал. Помещение такой величины было последним, что ожидаешь встретить, внутри офисного здания. Складывалось впечатление, будто кто-то громадный надломил небоскрёб великанской ложкой, выявил дыру шириной в десятки кабинетов и глубиной в десятки этажей, и, удовлетворённый, вновь закрыл здание, сделав вид, будто так и было. Одна из стен почти полностью состояла из высоких окон. Оставшиеся три стены были испещрены множеством дверей, очевидно, ведущих в разные комнаты, кабинеты и ещё бог весть, какие нужные помещения. Лукасу подумалось, что залу хорошо бы пошли витражи, чтобы по всему пространству расплёскивалось подкрашенное солнце. Выше по стенам, на уровне каждого из этажей, тянулись узкие полоски пола, снабжённые перилами. Они были весьма кстати, иначе выходящим из дверей приходилось бы попросту падать вниз. По залу было разбросано множество малофункциональных, но притягивающих взгляд элементов интерьера. Асимметричных столов, стульев дикой формы, огромных горшков с экзотическими растениями, имелось даже пара беседок. Особый колорит помещению придавали многочисленные винтовые лестницы, соединяющие разные этажи самым неожиданным образом. То по дуге, срезая неровный угол, то следуя замысловатым трёхмерным зигзагам. Кем бы ни был дизайнер этих эширянских джунглей, ему стоило отдать должное за смелость. Хотя, наверное, даже не ему, а тому, кто выделил на это безобразие бюджет и разрешил потратить впустую столько полезного пространства. Эффектность без эффективности. Хотя, может, это и было целью — показать, что денег здесь не жалеют. По этажам и лестницам ходили люди, судя по всему, очень занятые. Но было их не так, чтобы много. Создавалось впечатление, что они лишь дополняют замысловатую архитектуру здания. Хотя, вообще-то, оно могло бы обойтись и без них. Франческо тронул Лукаса за локоть. «Ну что, мой друг, пойдём-ка, я познакомлю тебя с Данилом. Он, наверное, у себя». И, понизив голос, добавил. «Только не удивляйся, он у нас немного странный персонаж». «А что с ним?» — поинтересовался Лукас. Франческо непринуждённо развёл руками. «Да, в общем, ничего, так, шалсть природы». Мимо них прошёл сурового вида мужчина с кобурой на поясе. На плече у него было вышито «Охрана здания». «Надо же, какая серьёзная здесь безопасность!» — сказал Лукас. «У вас даже настоящая живая охрана есть?» «Чепуха!» — отмахнулся Франческо. «Это только для имиджа. Кому придёт в голову сюда врываться? Взять здесь нечего, всё самое ценное в голове. А безопасность?» Он всхохотнул. «Я одно время увлекался оружием. Были у меня и разрешения, и даже небольшая коллекция...» Он заговорил чуть тише. «Я один пистолет вообще у себя в кабинете держал, прям с патронами!» Он внезапно чуть нахмурился. «До сих пор, кстати, валяется. Надо будет убрать». «Так, думаешь, хоть какой-то сканер его засёк?» Он выжидающе смотрел на Лукаса. Тот пожал плечами. «Нет», — назидательно сказал Франческо. «Никому и дела нет. Знаешь, почему?» «Почему?» «Потому что баловство всё это. Вся война в наше время здесь». Он уже второй раз за сегодня постучал себе пальцем по высокому лбу. Лукасу такое отношение к оружию показалось странным. Хотя, возможно, Франческо просто приукрасил историю для пущего эффекта. «А вот и кабинет Данила», — сказал он, когда они подошли к тёмной двери в конце зала. Франческо постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Атмосфера кабинета существенно отличалась от атмосферы зала. Лукасу даже показалось, что тут было что-то от пещеры. Жалюзи были наглухо закрыты, так что солнце почти не проникало внутрь. На столе горела лампа своим доисторическим жёлто-оранжевым светом она компенсировала отсутствие естественного освещения. Впрочем, в чём-то стиль кабинета всё же продолжал стиль зала. Стол и несколько стульев стояли под разными неправильными углами, непараллельные линии в обстановке явно доминировали над параллельными. Однако, если в мнимом беспорядке зала чувствовался тонкий расчёт дизайнера, то здесь уже правило непостижимая логика настоящего хаоса. Прямо посреди кабинета на полу распростёрся человек. Он лежал на спине, широко раскинув конечности. Глаза были закрыты. Рядом с ним валялся перевёрнутый офисный стул. Вокруг были раскиданы канцелярские принадлежности. В голову Лукасу пришла картинка из детективного фильма, с обведённой мелом фигурой на месте преступления. Он глянул на Франческо. Тот не выказывал никаких признаков удивления и только с любопытством всматривался в лицо лежащего. «Что с ним?» почему-то шёпотом спросил Лукас. Франческо пожал плечами, не отрывая взгляда от человека. «Лежит». «Почему?» «Не знаю. Надо ему, вот и лежит». «Может, ему помощь нужна?» «Конечно нужна. Мы для того тебя и взяли, но не сейчас». Лукас помолчал ещё немного, не зная, что сказать, потом тупо спросил. «И что делать будем?» Франческо наконец оторвал взгляд от необычного натюрморта и поглядел на Лукаса. «Пойдём, пожалуй. Думаю, до совещания оклемается». Они вышли из кабинета, и Франческо закрыл за собой дверь. Потом он оглядел ошарашенного Лукаса, улыбнулся и сказал. «Пойдём, присядем». Слева от них весьма кстати оказалась пара кресел причудливой формы. Лукас сел в одно из них и был приятно удивлён. Несмотря на свою вроде бы неэргономичную форму, кресло оказалось очень удобным. Франческо опустился во второе кресло и заговорил. «Ну вот ты, можно сказать, и познакомился с Данилом». Он усмехнулся. «Теперь, правда, надо, чтобы и он познакомился с тобой. А пока я тебе кое-что про него проясню, чтобы ты потом не удивлялся. Данил, у нас кадр ценный, но не без странностей. К примеру, он может внезапно исчезнуть на день-другой и не отвечать на звонки. Или вот ещё на него иногда накатывает, и он начинает...» Франческо сделал паузу, видимо, подыскивая слово. «Проскальзывать». «Проскальзывать?» — не понял Лукас. «Ну да, знаешь, как шестерёнки с сорванными зубцами». Франческо задумчиво наморщил лоб. «Как бы тебе получше объяснить? Он будто выключается иногда. Бывает, задаёт странные вопросы, или начинает говорить, а к концу предложения не помнит, с чего начал. Или отвечает не в попад». Он развёл руками. Потом сделал заговорщицкое лицо, подался в сторону Лукаса, положил руку тому на плечо и быстро в полголоса договорил. «Но это всё ничего страшного. Свою работу он знает». Лукас не чувствовал себя вполне убеждённым, но спорить он не стал. «И какая же у него роль в проекте?» «Архитектор». «Архитектор?» Тут уж Лукас не смог сдержать искреннего удивления. «Человек, который, по вашим словам, не всегда может связать собственные мысли?» «Понимаю твоё удивление, друг мой», мягким тоном сказал Франческо. «Но с командой они работают как часы. Они его вполне признают, несмотря на заскоки». «А вы?» «Я тоже не вижу проблемы». «Как же так?» Лукас, похоже, от удивления на миг потерял чувство субординации и даже повысил голос. «Вы не отчитываетесь за работу перед главным? И у вас архитектор, которого вы не контролируете? Как можно отвечать за то, что не контролируешь?» Тут Лукас опомнился, сообразив, что почти что отчитывает своего начальника и моментально потупил взгляд. Но тот нисколько не смутился. Он даже засмеялся. «Как говорил когда-то один мой земляк, если все под контролем, ты едешь слишком медленно. Ну и потом, разве не интересней иметь дело с людьми, которых не до конца понимаешь?» Лукас промолчал со всем возможным тактом, но было понятно, что уж он-то организовал бы работу по-другому. «Но работе эти странности не мешают?» спросил он наконец, прерывая повисшее молчание. Франческо откинулся на спинку кресла. «Я тебе скажу так. Я знаю точно, что Данил умудряется чертовски хорошо интерпретировать сверхсложные модели, которые мы строим. И что не менее важно угадывать, какие данные в них вбрасывать. Это, знаешь ли, целое искусство. Так что странности странностями, а задачу свою. Он решает. Лукас вдруг почувствовал что-то напоминающее азарт. Он спросил. «А кто это установил, что он так хорошо интерпретирует?» «Жизнь», без изысков сказал Франческо. Этот простой ответ сразу вернул Лукаса в обескураженное состояние. Он непонимающе переспросил, «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что жизнь сама дает знать, когда мы все делаем правильно. Тут сложно ошибиться». Лукас недоверчиво смотрел на шефа. «И как замеряли эту правильность?» «Да как тут замеришь?» вздохнул Франческо. Но тут же хитро улыбнулся и продолжил проникновенным тоном. Вернее, замерить-то как раз можно, и даже множеством способов. Когда я в молодости работал консультантом, я это здорово умел. Замерить, правильно интерпретировать, очки клиентов тереть. «Счет, премия, сардиния». Он сладко зажмурился, но тут же оборвав воспоминания, продолжил. «А толк-то? Знаний о сути дела это не прибавляет. Статистика, как говорит сам Данил, это продажная...» Он усмехнулся. «В общем, статистика это просто инструмент для создания когнитивных искажений. В умелых руках очень, кстати, эффективный». Лукас немного помолчал «Как же быть?» Франческо поднял палец и с видом древнего мудреца медленно проговорил «Интуиция». Лукас несколько секунд помолчал, затем осторожно спросил «А если у меня и вас интуиция разная говорит?» «Значит, жизнь нас рассудит». «Да, конечно, потом, наверное, рассудит, но как мы сейчас придем к общему решению?» Продолжал не понимать Лукас. Франческо расхохотался «А очень просто. Ты сказал, я услышал, а решение за мной, потому что я босс». Чудесным образом эта прямая и грубоватая фраза, вылетая из уст Франческо, теряла всю свою прямоту и грубость и даже приобретала некую игривость, так что Лукас совсем не почувствовал себя поставленным на место. Однако ответить было нечего. Из беспричинного желания что-нибудь еще сказать Лукас спросил. «А договориться с вашим архитектором нельзя? Ну, попросить, чтобы он хотя бы не пропадал внезапно?» Франческо сделал задумчивое лицо. «Может быть и можно, да только вот я не очень-то хочу. Понимаешь, жизнь штука сложная, кто знает, может он от загулов этих и работает так хорошо. Не хотелось бы случайно сломать какие-нибудь тонкие механизмы в его голове, ведь они так удачно нам служат. Как говорится, работает, не трогай». «Понимаю», ничего не поняв, согласился Лукас. Франческо глянул на свои изысканные наручные часы. «Ладно», сказал он, хлопнул себя по коленям и легко поднялся с кресла. «У нас собрание через четверть часа, а мне еще нужно кое-куда по-быстрому заскочить. Ты пока можешь через несколько минут Лукас стоял с пустой чашкой в руках и пытался разобраться с кофемашиной. Здесь не было нормального автомата из тех, что можно увидеть в большинстве офисных кухонь. Перед Лукасом расположился огромный стимпанк-монстр, снабженный трубками, рычагами и циферблатами. Лукас сосредоточенно пытался вспомнить алгоритм приготовления капучино, который многократно исполняли перед его глазами работники кофейн. Но, как оказалось, той небольшой порции внимания, что он обычно уделял манипуляциям бариста, катастрофически не хватало, чтобы понять и запомнить логику процесса. «Черт ты, машина, куда же тебе засыпать сырье?» Он так сосредоточился на аппарате, что не заметил, как сзади к нему подошли. «Новенький», услышал он голос из-за спины. Голос был женским и немного скрипучим. Лукас от неожиданности вздрогнул. Развернувшись, он увидел перед собой азиатку лет сорока. На ней был строгий серый костюм, волосы собраны в пучок. «Да, новенький», поспешно улыбнулся он. «Я Лукас». Он протянул ей ладонь. «Шин», она ответила с сухим рукопожатием. «Значит, будем работать в одной команде», обрадовался Лукас. «Мне господин Марина говорил про тебя». «И что же Франц говорил про меня?» «Жаловался, что я употребляю кофеин в виде американо». Лукас улыбнулся в ответ на шутку, хотя и немного неуверенно, поскольку Шин сохранял серьезное лицо. «Да, кажется, это в его стиле, но вообще он сказал, что ты укротительница математики». «Я уважаю математику», сказала Шин все тем же серьезным тоном. «А ты тут зачем?» «Буду вас поддерживать». «Как?» «Посмотрим. Я вообще-то генералист. Могу разные задачи решать. Например, например, могу помочь в организационном плане», сказал Лукас первое, что пришло в голову. «А что тут организовывать? Математика сама решает, как все организовать». «То когда модель красивая, она работает. Когда модель работает, главный дает больше денег. Мы берем деньги и делаем еще более красивую модель». «Но вам же надо, к примеру, договариваться с агентствами, другими отделами, чтобы данные доставить». «Ах, да, другие отделы», проворчала Шин, глядя как будто внутрь себя. «Они не понимают, что такое красивая модель. Иначе сами бы несли данные без всяких разговоров». «Но что с них взять?» Она посмотрела на Лукаса, кажется, впервые проявив какое-то подобие симпатии. «Ну да, ты договаривайся». «Разберемся», с некоторым облегчением ответил Лукас. «Кстати», он сделал короткую паузу и продолжил непринужденным тоном. «А как вы понимаете, что двигаетесь в правильном направлении? Ну, в смысле правильно модель строите?» Шин ответил не задумываясь. «Когда модель элегантная?» «Она считает правильно». Лукас нахмурился, вдумываясь в смысл ответа. «Но что значит элегантная?» Шин едва заметно пожала плечами. «Это когда она красивая?» Лукас оказался в некотором замешательстве. Шин, не мигая, смотрел на него. Когда повисшая пауза превысила все пределы непринужденности, Лукас наконец неуверенно спросил. «И вы это вот в таких словах главному преподносите?» «Я ничего не преподношу», твердо ответил Шин. «Я делаю, чтобы модель была правильной». Опять повисла тишина. Лукас натянуто улыбался. В это время дверь на кухню открылась и вошел Франческо. Увидев подчиненных, он лучезарно улыбнулся и извиняющейся походкой и направился к ним. «Так, я смотрю, вы уже познакомились. Лукас, что ж ты стоишь с пустыми руками? Давай я сделаю тебе кофе. Капучино?» «Да я сам», начал отнекиваться Лукас. «Не может быть и речи. Позволь мне похозяйничать», отрезал Франческо и, не дожидаясь ответа, взялся за кофемашину. Он очень ловко орудовал трубочками и рычажками, при этом почти облизывал аппарат нежным взглядом. «Вот, готово», довольно сообщил Франческо спустя пару минут. Он протянул Лукасу чашку, тот аккуратно приложился к ней и изумленно поднял брови. «Франческо, хоть я далеко не гурман, но даже я могу оценить». Тот мягко оборвал его. «Друг мой, нет нужды проговаривать очевидно. Я прекрасно осведомлен о своем мастерстве. У меня с кофе особые отношения. Жаль, не все умеют оценить». Он бросил недовольный взгляд на шин. Та только чуть повела бровью и взяла со стола свой старбаксовский стакан. «Ну что, маэстро, пойдем на совещание?» бросила она. «Да уж пойдем», согласился Франческо и, оказавшись у двери, движением заправского швейцара открыл ее, предлагая Шин и Лукасу выйти наружу. Четыре совещание проходило в угловой комнате на их этаже. Размер ее был небольшим, но огромные окна добавляли помещению пространства. Солнце прорывалось сквозь полуприкрытые жалюзи и, ударяясь в стоящие на столе стаканы, разбивалось на сотни мелких бликов. Все заняли места за столом. Во главе Франческо, по сторонам от него оклемавшийся таки Данил и Шин. Рядом с Шин два молодых азиата, оба в очках. Франческо представил их как ее ассистентов. Напротив них Лукас. «Итак, Шин, начал Франческо, ты у нас последняя, кто запускал руки в модель. Расскажи нам, какая сейчас ситуация». Шин лениво посмотрел на него. «Мы уложили последние входные, и у нас осталось еще где-то пять процентов мощностей. Я думаю, мы сможем достроить еще кусок. Если, конечно, есть идеи, что именно достраивать». Франческо повернулся к Данилу. «Есть идеи». Данил посмотрел, как будто немного сквозь Франческо. «Есть. Можно купить данные по погоде над Евразией и использовать их?» «Давайте», довольно равнодушно проговорила Шин. Франческо хлопнул в ладоши. «Отлично, договорились. Есть еще вопросы?» «Вообще-то есть», произнес Лукас. Шин и ее помощники повернулись к нему. «Я тут человек новый, так что извините, если вопрос наивный. Но почему мы хотим добавить именно данные о погоде?» Данил тоже медленно повернулся к нему и спросил. «А что не так с погодой?» Лукас выдержал небольшую паузу вежливости и подчеркнуто миролюбивым тоном ответил. «Я, в общем-то, не против данных о погоде. Просто я пытаюсь понять, чем именно вы руководствуетесь, когда среди всех возможных источников информации выбираете именно этот». Данил пожал плечами. «Интуицией руководствуемся?» Лукас непонимающе уставился на него. Потом перевел взгляд на Франческо. Тот загадочно улыбнулся в ответ. Лукас снова глянул на Данила. «Но почему именно погода? Почему не...» Он замялся, подыскивая пример. «Почему не данные по миграции дождевых червей? Думаю, в них тоже много взаимосвязей, которых в модели еще нет». Тут Франческо вставил. «Кстати, миграция червей, наверное, коррелирует с погодой. Не думаю, что есть полные данные по червям», быстро сказал один из помощников Шин. Данил отсутствующим взглядом смотрел в какую-то точку на столе. Лукас не мог понять, смеются они над ним или это всерьез. Он снова принялся объяснять. «Да я не о том, я про то, что у нас как минимум нет методологии, определяющей то, как мы растим модель. Мы сейчас будто кости кидаем». «Зато мы кидаем их по ветру», довольно добавил Франческо. Тут подал голос второй помощник. «Мы просто примерно знаем, куда двигать модель. Нам не нужно методологии». Потом он немного замялся и добавил. «Это искусство». Затем совсем смутился и замолчал. Лукас недоверчиво посмотрел на него, потом перевел взгляд на Данила, тот по-прежнему пялился в свою точку. Глянул на Шин, запытно холодным взглядом. Потом он снова повернулся к Франческо. Как бы это ни было странно, сейчас именно он показался ему наиболее адекватным из присутствующих. «А какой у вас реалити-чек?» «Никакого», просто ответил господин Франческо. «Как же вы можете быть уверены, что это действительно работает, что это не просто навязчивая идея, коллективное помешательство», чуть было не сказал Лукас, но сдержался. «Никак, это не наша работа следить за тем, что мы в своем уме». «А чья же?» Франческо засмеялся. «Жизни, это работа жизни. Когда у нас всех посыплется крыша, жизнь сама решит, каким способом устранить нас от дел. Думаешь, долго голый король может сидеть на троне?» «Если честно, мне кажется, довольно долго», как бы себе поднос ответил Лукас. Франческо добродушно хохотнул. «Вообще-то в чем-то ты прав, это действительно может продолжаться довольно долго». Тут его лицо посерьезнело, и он закончил назидательно. «Но не дольше, чем нужно. И как по-вашему жизнь может устранить вас от дел?» «Да как угодно, мало ли способов у жизни». «Например», он подмигнул, «Вот ты обнаружишь, что мы здесь занимаемся чепухой, донесешь это до главного, нас прикроют». Лукас отвел взгляд в сторону. «Но вы же не думаете, что я собираюсь действовать против вас, иначе зачем бы вы меня взяли?» Зависла пауза, Франческо не отвечал, Шин молчала, на лице ее просматривалась хищная ухмылка. Подручные Шина смущенно уставились в стол. И вдруг Данил вернулся к реальности. «Так ты-то что предлагаешь, Лукас, кроме червей?» Лукас чуть растерялся от такого скачка темы. «Не знаю, научный метод», проговорил он. «Это он и есть», дружелюбно ответил Данил. «Просто у нас он уже оптимизирован до уровня интуиции, коллективной нашей интуиции». Лукас опять не мог разобрать, шутит тот или нет. «Научный метод моя вторая натура», фыркнул Шин. «Но даже я вижу, что тут работает другое». «Тут влез один из помощников. Мы тут уже очень долго смотрим в эту бездну. И поверь, знаем, чем ее кормить». Лукас внезапно ощутил усталость и подумал, что видимо зря он затеял этот спор. Похоже, он просто не понимал чего-то очевидного и только ставил себя в глупое положение. Без особого энтузиазма он все расспросил. «Да почему вы все так в этом уверены?» «Чувствуем», промурлыкал Франческо. «Знаем», твердо добавил Шин. Лукас остро ощутил свою инородность. Не было смысла пытаться подстроиться. Очевидно, все они тут были на другой волне. Он попытался закончить шуткой. «Эх, вас бы самих в симуляцию поместить». И тестировать вариации поведения, пока не узнаем, как заставить вас все-таки работать по научному методу. Он сказал это, но осознал, что шутка получилась не смешной и не умной, да еще и прозвучала по-хамски. Однако никто явно не почувствовал себя оскорбленным. И даже наоборот, ситуация как будто разрядилась, Шин захихикала. Ее ассистенты тоже заулыбались. Данил еще секунду смотрел на Лукаса проникновенным взглядом. Потом его взгляд потускнел, и он опять уставился в свою любимую точку на столе. Франческо, похоже, весьма довольный, проговорил. «Поработаешь у нас полгодика и сможешь это сделать». И тут его лицо будто внезапно осветилось изнутри. Он обвел присутствующих хитрым взглядом и прищурился. «А знаете что? У меня появилась идея. Не заключить ли нам небольшое пари. А Лукас?» Лукас с подозрением посмотрел на начальника. «Конечно, пари», увлеченно продолжал тот. «О, это будет прекрасно. У нас еще свободны пять процентов вычислительных мощностей, так? Так давайте поделим их пополам. В одну половину добавим то, что хотел Данил, червей, то есть нет, погоду, а другую отдадим Лукасу. Пусть он все по своему методу сделает. А в конце и посмотрим, кто оказался ближе к истине». Франческо довольно потер руки. «Времени до отчетной презентации. Данил, хватит тебе двух с половиной процентов на погодные данные». «Пожмем и хватит», ответил Данил, продолжая массировать взглядом поверхность стола. «Что за презентация?» неожиданно для себя спросил Лукас, хотя хотел узнать про другое. «Отчетная презентация для начальства», пояснил Франческо. «Хотят увидеть наши результаты, прежде чем утверждать бюджет на следующий год». «Так что, нравится идея?» Лукас задумался. «А как узнаем, чей вариант в итоге оказался лучше?» «Не можем же мы оба в жизни испытать, реальность-то только одна». Шин пренебрежительно посмотрел на него. «Косвенно, через метрику Гройсмана». Лукас нахмурился. «Но разве ее можно вычислить для такой большой системы? Насколько я помню...» Шин прервала его. «Ты еще не понял, куда попал? Не бойся, вычислим». А Лукас пожал плечами. В голове у него ничего не складывалось. «Может, это все же розыгрыш?» «Как они могут вычислить практически невычислимую метрику?» «И если они могут такое, то почему подбирают данные наугад, а не пользуются все той же метрикой?» «С другой стороны, почему бы не посмотреть, куда это выведет?» Лукас улыбнулся. «Тогда договорились?» Тут Франческо строго погрозил ему пальцем. «Какой ты скорый? Ты подожди, договорились!» «Мы же еще не решили, что на кону!» «Что б ты хотел получить, если выиграешь?» Лукас «Нам же главное выяснить, как лучше модель строить?» Франческо пронзительно посмотрел Лукасу прямо в глаза. «Нет, ты не да ладно!» «Ты скажи, что хочешь!» Лукас смутился. «Ну, не знаю, добавьте десять процентов к премии». «Скучно!» отрицательно покачал головой Франческо. «Денег ты и так зарабатываешь!» Потом он сделал паузу и выразительно посмотрел на Лукаса. «Хорошо, я сам за тебя придумаю». Он нахмурился и некоторое время напряженно соображал. От усердия у него даже чуть задвигались уши. Наконец морщины резко разгладились и лицо его просияло. «Ну вот», улыбнулся он, «придумал, если ты победишь, то мы поменяемся с тобой местами». «В каком смысле?» «В том смысле, что ты будешь начальником, а я уж за тебя в полях побегаю». «Но разве так можно? Разве такие решения принимаются не наверху?» отнекивался Лукас, хотя соблазн начал уже разъедать его недоверие. «Почему нет?» беспечно спросил Франческо. «С главным я договорюсь, он человек понимающий, да и повод будет железный. Раз ты вскрыл недостатки нашей работы, то кому их исправлять, как не тебе?» «А не переживай». Помощники захихикали. «Что, например?» «Какую-нибудь повинность. Есть у меня одна идея, но пусть это будет сюрпризом». Лукас вдруг почувствовал легкую тревогу. «Нет, так не пойдет», расхрабрился он. «Скажите сейчас». «Сейчас?» переспросил Франческо. «Да, сейчас. Что же это за пари, если я не знаю, на что играю?» Шеф сощурился и некоторое время пристально смотрел на Лукаса. «Ладно», вдруг быстро согласился он и невинным голосом добавил. «Проиграешь?» «Отдашь свою душу». «Чего?» Глаза Лукаса расширились. «Ну, душу», повторил Франческо. «Твою бессмертную, так сказать, душу, будто ты не знаешь, как такие пари заключаются». Лукас оторопел. В замешательстве он обвел взглядом собравшихся. Шин смотрел на него выжидающе, как и ее помощники. Данил сидел все так же вперившись в стол. Лукас посмотрел на Франческо. Тот с серьезным лицом ждал ответа. «Франческо, что за...» Лукас замялся, пытаясь подобрать слова, но тут Франческо закатился смехом. Ассистенты тоже захихикали. Потом он хлопнул ладонью по столу. «Да я пошутил! Трудовое законодательство больше не разрешает такие сделки!» Он продолжал хохотать. Успокоившись, он уже более спокойным голосом продолжил. «Ладно, шутки в сторону. Что ты сделаешь, если проиграешь? Ты научишься варить кофе!» Лукас скорчил недоуменную гримасу. «Варить кофе?» Франческо поднял палец. «Варить настоящий кофе! В настоящей кофе-машине! И в течение месяца будешь готовить его мне по первому требованию!» «Не понимаю. Меня же сюда взяли не для того, чтобы кофе варить!» «Так не проигрывай, тебе не придется!» Франческо скрестил руки, и на его рукаве блеснула ярко-красная запонка. «Вы ставите свое место, чтобы на месяц получить в свое распоряжение не самого лучшего баристу?» «Я ставлю свое место против твоего места!» Он подмигнул. «И потом, если ты уважаешь древний кодекс спора, придется тебе стать хорошим бариста, а то и правда заберу твою душу!» Он засмеялся опереточно-злодейским манером и тут же серьезно добавил. «Так что, по рукам?» Лук завзохнул, потом поглядел шефу в глаза. «Ладно, договорились». У Лукаса ушло несколько дней на то, чтобы разобраться в том, как правильно готовить информацию для модели. Еще пару дней он изучал, какие данные уже использованы, и, наконец, решил для пробы загрузить, что-нибудь новое. Для начала пусть будет что-то элементарное, просто убедиться, что он освоил азы. Ну уж, конечно, что-нибудь более подходящее, чем взятое из потолка данные о погоде. Думать долго не пришлось. Пару дней назад ему уже приходила в голову статистика о продажах антидепрессантов. Вроде логично. Даже странно, что команда не использовала ее в первую очередь. Лукас подготовил все, что надо и передал шин, которая обещала получить результат, до следующей утренней планерки, на которой все обычно обменивались новостями о своей работе. Лукас долго не мог заснуть, так ему не терпелось узнать заветную цифру. Он понимал, что на самом деле это пока не важно, ведь это только первая попытка. Но все же он долго ворочался в кровати, не в силах успокоить свой ум, разрываемый противоречивыми догадками. На следующее утро Лукас пришел на планерку на пять минут раньше, чем остальные. Вскоре подошла и Шин с ассистентами, потом и Франческо. «Подождем, Данила, и начнем?» спросил Лукас, когда они расселись. «По-моему, он сегодня не придет», робко сказал один из ассистентов. «Почему?» спросил Лукас. Ассистент пожал плечами. «С вечера был дождь, он обычно в такие дни не появляется. Наверное, надо позвонить ему и узнать». Лукас вопросительно посмотрел на Франческо, тот только улыбнулся. Ответил Шин, «Не надо, все равно он звонок не примет». Лукас чуть скривил губы, но сказал только, «Тогда начнем без него?» На вопрос никто не ответил. Вместо этого Шин заговорила сразу о деле. «Я прогнала твой вариант. Результат 90% относительно варианта с погодой». «Спасибо, Шин». Хотя Лукас и старался сохранять сдержанный вид, он был очень доволен. Еще бы. Он только начал, не особо даже стараясь, и с первого раза почти нагнал хваленого архитектора. А ведь тот сидел в проекте уже давно. В то же время где-то в глубине души Лукасу хотелось, чтобы с самой первой попытки он сразу вырвался вперед. В конце концов в выборе погодных данных не было никакой логики, так что его успех содержал таки нотку разочарования. Несмотря на столь бодрое начало, ни Шин, ни ее помощники не спешили хвалить нового коллегу. Они уже переключились на другие темы, будто ничего особенного не произошло. Лукас почувствовал легкую досаду, однако быстро свел ее на нет и поспешил поддержать общее обсуждение. В следующий раз надо обогнать чертову погоду, решил он про себя. Его наполнило приятное предвкушение сложной, но выполнимой задачи. Остаток дня Лукас решил посвятить обдумыванию стратегии, по которой он будет проверять новые варианты, пока не найдет тот самый. Тот самый, который выведет его далеко вперед. Вечер подошел быстро, и перед тем, как идти домой, Лукас решил пропустить стаканчик в баре. Шесть. Бар Мил удачно располагался в подвальном этаже их небоскреба. Он был излюбленным местом для встречи разнообразных профессионалов, карьеристов и прочего делового люда. Помещение бара образовалось из нескольких сводчатых комнат, что вызывало ассоциации не с современным напичканным хай-теком небоскребом, под которым оно находилось, а с каким-нибудь ауэрбаховским подвалом. Однако исполненная делового шика барная стойка, мягко стелящаяся по полу пурпурная подсветка, стеклянные столики и левитирующие над ними магнитные светильники последний писк моды, немедленно отбивали мысли о Средневековье. Зайдя в бар, Лукас направился прямиком к стойке, лавируя между людьми в строгих деловых костюмах. Сев на свободный стул, он принялся блуждать взглядом по расставленным на полках бутылкам, раздумывая, чего бы заказать. И тут ему почудилось что-то странное. Наверное, именно это ощущение имеют в виду, когда говорят, что кто-то почувствовал на себе чужой взгляд. Лукас ничего такого раньше не испытал, да и вообще он был не склонен верить в подобные штуки. Чтобы избавиться от наваждения, он повел взглядом по сторонам, как бы разминая свое ощущение пространства. Оглядел зал слева от себя столики, освещенные мерцающим светом посетители, снующие туда-сюда официанты, он стал поворачивать голову направо, и его взгляд, миновав барную стойку, внезапно споткнулся осидевшего в глубине зала Франческо. Тот развалился на кожаном диване, на столике перед ним стояли бокал красного вина и тарелка с разнообразными закусками. Лукас даже чуть вздрогнул, хотя ничего необычного в общем-то не было. Почему бы шефу не зайти в бар после работы? Если так, то куда ему идти, как ни в МИУ? Франческо моментально поймал взгляд Лукаса, радостно помахал и жестом пригласил присоединиться. Лукас поднялся и пошел к нему. «Добрый вечер», сказал он, подойдя и сев в одно из кресел стоящих напротив дивана. «Добрый, добрый», расплылся в улыбке Франческо, беззастенчиво осматривая Лукаса. Тот чуть смутился. «Какое совпадение, что вы тоже тут? Жизнь полна совпадений!» «Да», протянул Лукас. Франческо молчал и, улыбаясь, продолжал всматриваться в него. Лукас почувствовал некоторую неловкость и поспешил продолжить разговор. «Хотите, чтобы я рассказал вам, как обстоят дела с не, не хочу. Давай сохраним интригу до демонстраций». «Демонстраций? Я имею в виду презентации». «А, понятно». Франческо тему не развивал и разговор снова стал зависать. Лукас принялся соображать про что бы еще поговорить и, не придумав лучшего, зашел с классики. «А вы слышали, что сегодня на бирже?» «Погоди про биржу!» тут же оборвал его Франческо. «Выбери сперва, что будешь пить!» Лукас подозвал пробегающего мимо официанта и попросил пива. «Так лучше!» удовлетворенно проговорил Франческо, провел рукой по волосам. «Ну так что там на бирже?» «Ну вот, облигации американские падают». «Падающего? Потолкни!» засмеялся Франческо. «Так кажется, говорят». «Думаете, стоит продавать?» Франческо пожал плечами. «О, это уж тебе решать. Как я могу давать тебе советы по таким интимным вопросом». Пока Лукас соображал, какова доля шутки в этих словах, к ним неожиданно быстро вернулся официант. Он поставил перед Лукасом бокал янтарного пива, которое от местного освещения приобретало красноватый оттенок. Лукас отхлебнул и снова посмотрел на Франческо. «Я все-таки не стану продавать. Все знают, что успеть за рынком невозможно, самое рациональное не трогать. Снова хочешь поставить на рациональность?» хитро улыбнулся Франческо. «Что значит поставить? На рациональность не надо ставить. Она идет до всяких ставок, это как раз ее помощью и узнают, на что ставить. Уверен?» Тут Франческо взглянул куда-то за плечо Лукаса и внезапно разразился стремительным потоком итальянской речи. Лукас не сразу сообразил, что Франческо говорит не с ним. Оглянувшись, он увидел южного типа женщину в длинном ярко-красном платье. Итальянский не принадлежал к языкам, которые Лукас знал хорошо. Он смутно улавливал, что, кажется, речь шла о каком-то большом рабочем провале. Перестрелка очередями слов продолжалась минуты две. Лукас, которого не приглашали в разговор, уже успел ополовинить свой бокал и почувствовал, как по телу разлилось тепло, а окружающий мир стал очень уютным. Он не особо вслушивался в переливы малопонятной речи, а просто отрешенно блуждал взглядом по залу, иногда задерживаясь на искрящемся живой мимикой лице Франческо. Тот же, судя по интонациям, старался свернуть разговор, который все не хотел иссякать. Наконец, Франческо удалось таки обуздать этот поток, и его собеседница, расцеловавшись с ним, растворилась в глубинах бара. «Прошу прощения, мой друг», сказал он Лукасу извиняющимся тоном. «Хорошая знакомая». Лукас блаженно кивнул. Франческо движением ленивого кота взял со столика бокал и пригубил вино. В голове Лукаса тем временем сама собой всплыла следующая тема для разговора. Он слегка подался в сторону шефа и умиротворенным тоном спросил. «Франческо, а можно вам задать один деликатный вопрос?» Франческо взял с тарелки наколотую на шпажку оливку и утвердительно кивнул. Лукас чуть задумался, формулируя и наконец начал. «Я все не могу понять, зачем вы просили у хэт-хантера, через которого я к вам попал, узнать у меня всякие странные вещи. Например, не катаюсь ли я на серфе и...» Тут он замялся, верю ли я в бога. Франческо перестал жевать, внимательно посмотрел на Лукаса и воскликнул. «Вот так хэт-хантер! Я ж его попросил незаметно выветать, незаметно!» А он выходит взял и напрямую спросил. Похоже, Франческо даже чуть вознегодовал. Впрочем, возмущение его выглядело несколько наигранным. «Да нет!» встал на защиту хэт-хантера Лукас. «Просто мы с ним очень давно знакомы, и он мне по секрету говорит чуть больше, чем должен. Надеюсь, только тебе!» вздохнул Франческо. Лукас приложился к бокалу. «Так вы любите серферов?» «И верующих!» Лукас округлил глаза. «Подождите, то есть вы хотели взять верующего, а не отсеять?» «Именно так!» На секунду повисла пауза, потом Лукас неуверенно проговорил. «Но я, в общем, ни тот, ни другой!» «У всех свои недостатки!» «Зачем же вы меня взяли?» Франческо сделал неопределенный жест рукой. «Увидел в тебе потенциал!» Лукас немного помолчал. «Но почему именно серферы и верующие?» Франческо сделал загадочное лицо и приблизился к Лукасу. Казалось, он собирался поведать какой-то большой секрет, но тут же резко отпрянул и снова бросил взгляд за спину Лукаса. «О, Данил, и ты здесь!» радостно воскликнул Франческо. Лукас оглянулся, сзади и правда стоял Данил. Он улыбнулся, тут же подошел к ним и сел на оставшееся кресло. «Да, решил зайти сюда, подумать, здесь хорошо думается». Франческо взглядом выхватил из толпы официанта, тот моментально поймал импульс и, как радиоуправляемая машинка, послушно подкатил к столику. «Коньяк с колой», сказал Франческо и взглядом указал на Данила. Официант кивнул и удалился. Данил тоже кивнул. Франческо кивнул Данилу, Лукас подавил порыв тоже кому-нибудь кивнуть. «А мы тут, кстати, как раз говорили о религии», сказал Франческо таким тоном, как будто это и правда было кстати. Данил чуть наклонил голову, ожидая продолжения. «Вот Лукас у нас неверующий», нисколько не смущаясь деликатностью темы, с удовольствием выговорил Франческо. «Разумеется», сказал Данил. «Слушай», Франческо как будто осенило, «ты сам-то верующий?» «Я могу точно сказать». «Агностик, значит». «Скорее метагностик, как та черепаха?» «Какая черепаха?» не понял Лукас. Данил махнул рукой, мол, ничего интересного. Тогда Лукас спросил, «А метагностик это как?» «Я не могу определиться, агностик я или нет». «А в какую сторону тебя тянет от чистого агностика?» вклинился Франческо. «Думаю, в лучшую», улыбнулся Данил. Франческо удовлетворенно хлопнул в ладоши и подмигнул Лукасу. Тут принесли коньяк с колой и Франческо поднял свой бокал. Все ответили ему симметричным жестом и выпили. Опустив свой стакан, Данил сдержанно улыбнулся. «Вы меня извините, если я пойду за отдельный столик. Я хотел за сегодняшний вечер обдумать статью, а для этого мне нужно уединиться, если, конечно, это верное слово», добавил он и обвел взглядом довольно заполненный зал. «Само собой», ответил Франческо. Данил взял стакан, слегка поклонился обоим и ушел на свободный диван в углу. «Ну вот», удовлетворенно сказал Франческо, обращаясь к Лукасу, «не так страшен черт, как его молюют, да? В смысле? Ты сомневался, что с Данилом можно работать, однако все идет своим чередом». Лукас не вполне понял, что именно идет своим чередом, но думать не хотелось, и вместо ответа он просто еще раз с удовольствием отпил из своего бокала. На следующее утро Лукас взялся за дело всерьез. Проба пера прошла успешно, и теперь нужно было найти тот самый осколок информации, который встал бы в модель как недостающий кусочек пазла. Лукас составил целую карту возможных источников данных, выделил критерии и методично перепроверял вариант за вариантом. Через несколько дней кропотливой работы он наконец выбрал лучшее из возможного. Это были сведения о посещаемости развлекательных учреждений, расположенные по времени и географии. По всем признакам выходило, что как раз этого не хватало модели для выхода на следующий уровень. Оставалось их немного почистить, но это было уже делом техники. И вот, доведя подготовку до конца, он опять передал свои результаты шин. В эту ночь, в отличие от прошлого раза, Лукас заснул легко. Он отлично сделал свою работу, и сомнений в результате не было. На следующий день они вновь сидели в той же комнате. Франческо в этот раз прогуливал планерку из-за какой-то важной встречи. Данила опять не было. А где Данил? спросил Лукас, не особо уже ожидая удовлетворительного ответа. Въехал в Чинквитерре, бесстрастно сообщила Шин. Лукас уже не мог скрыть раздражение. Он вообще здесь бывает? У нас же скоро сдача новой версии. Бывает, ответил Шин. Иногда, тихо добавил один из ассистентов. Лукас, конечно, был недоволен, но предъявить претензии было некому. Да из чего он вообще должен был предъявлять претензии? В конце концов, он Данилу не начальник. В любом случае, сейчас было кое-что поинтереснее блудного архитектора. А именно, нужно было узнать, какого же результата сможет достичь его новая попытка. Шин, ты посчитала, как сработала модель с моими новыми данными? Девяносто один процент от варианта с погодой, сообщила Шин. Сколько? удивленно переспросил Лукас. Девяносто один. Девяносто один. Утвердительно качнул головой второй ассистент. Лукас молчал. Странно, очень странно, только и смог выдавить он из себя. Он рассчитывал совсем не на это. Слушай, сказал Шин, ты разобрался, как подавать данные, а мы наконец полностью автоматизировали вычисления метрики. Теперь ты можешь сам проверять свои гипотезы. Доступ я тебе дам. Да, спасибо, растерянно сказал Лукас. Это мне поможет быстрее найти нужные данные. Пошли, сказал Шин вставая. Ассистенты подскочили за ней. Один из них повернулся к Лукасу и сказал «Теперь тебе будет намного удобней». Затем он виновато улыбнулся и засеменил к двери, через которую уже выходила Шин с первым ассистентом. Лукас просидел еще минуту и тяжело поднялся. Идей, что делать дальше, у него пока что не было. И для начала он решил выйти на улицу глотнуть свежего воздуха. Светило солнце и день был ветреный. Сочетание, которое обычно радовало Лукаса, но сейчас он даже не обратил на это внимание. Он стоял и тупо смотрел, как ветер играл с листвой дерева, растущего на тротуаре около перекрестка. Ветки то послушно гнулись, влекомые неутолимым потоком, то вновь распрямлялись, будто вспоминали вдруг о своей собственной силе. Сзади раздалось тихое жужжание открывающихся дверей, и одновременно с этим очередной порыв особенно сильно дернул ветки дерева. Лукас донесся до него голос, который он не слышал уже несколько недель, но сейчас сразу узнал. Лукас повернулся, перед ним стоял главный. Лукас, повторю, главный, рад тебя видеть. Восемь. Главный некоторое время испытующе смотрел на Лукаса. Лукас ждал, что он скажет. Помнишь, о чем мы с тобой говорили, когда я направлял тебя к Франку? Да. Ты продвигаешься? Лукас помедлил с ответом. Не все так гладко, как хотелось бы. Главный внимательно посмотрел в глаза Лукасу. Не надо себя недооценивать, Лукас. Если кто и сможет тут разобраться, так это ты. Потому я и хотел, чтобы ты разобрался здесь. Он перевел глаза с Лукаса на перекресток и отстраненным тоном проговорил. Кстати, возможно, Фрэнка через некоторое время переведут на другую должность. Если все сделаешь правильно, сможешь занять его место. Лукас помолчал. Он опустил глаза в пол и лоб его сморщился. Потом он сглотнул и тихо сказал. Я не уверен, что хотел бы способствовать переводу господина Марина. Главный еле заметно улыбнулся. Не переживай за Фрэнка. Понижать его никто не собирается, даже наоборот. Так что конфликта интересов тут нет. Выиграют все. Потом лицо его приняло свое обычное серьезное выражение, и он сказал. Просто сделай все правильно, Лукас. Не разочаруй меня. И он спокойной уверенной походкой направился к светофору. Лукас выдохнул, еще раз быстро глянул в спину главному и пошел обратно внутрь. Девять. Всю последующую неделю Лукас работал с двойным упорством. Он несколько раз с нуля пересобирал свой метод, снова брался за проверку все новых и новых гипотез. Как-то после нескольких часов непрерывной интеллектуальной нагрузки он сидел в офисной кухне и переводил дух. Вернее, он даже не сидел, а почти лежал на одном из цветастых бесформенных мешков, которые были разложены по помещению и исполняли роль кресел. На столике рядом стояла чашка с кофе, который Лукас полубессознательно умудрился добыть из столь любимого шефом аппарата. Голова Лукаса напоминала двигатель бензинового автомобиля, который только что перешел перегон от Милана до Мюнхена и стоял на светофоре. Мотор работал на холостых оборотах, его больше никуда не гнали, но он все еще был чертовски горяч, потрескивал и источал пар. Блуждая рассеянным взглядом по матовой стене, Лукас не заметил, как рядом с ним, неизвестно откуда, материализовался Франческо. Он окликнул Лукаса, и тот, с некоторым трудом собрав расфокусированный взгляд и рассеянные мысли, повернулся к шефу. «Расслабляешься?» с усмешкой спросил Франческо. «Отдыхаю», вяло ответил Лукас. «Уж вижу, размазываешь мысли по стенам, сразу чувствуются часы упорной работы. Хочешь, сделаю тебе бодрящего кофе?» «Да у меня есть», кивнул Лукас на стоящую рядом чашку. Франческо чуть наклонился в ее сторону и секунду сосредоточенно втягивал воздух. «Слабоват», снисходительно сказал он. Ловким движением он подхватил чашку, одним быстрым длинным шагом переместился к раковине и выплеснул туда ее содержимое. Затем, покопавшись в шкафчике, нашел небольшую жестяную банку. Шагнув к автомату, он насыпал ее душистое содержимое в одно из отверстий и начал свое колдовство. Лукас уже не раз наблюдал, как Франческо шаманит со своим металлическим соучастником. Всякий раз, созерцая этот ритуал, Лукас как-то душевно успокаивался и впадал в легкий приятный транс. Аппарат, к слову сказать, по-настоящему подчинялся только Франческо. Когда другие пытались добиться от него чего-то кофеобразного, аппарат обычно выдавал бурое варево сомнительного вкуса и запаха. Впрочем, Лукас не оставлял попыток справиться с несговорчивой машиной, и иногда ему все же удавалось получить от нее что-то выпивабельное. Как правило, это выходило тогда, когда он не особенно задумывался над процессом, а просто дергал ручки, размышляя о чем-то своем. «Ну вот, это намного лучше», сообщил Франческо, протягивая Лукасу чашку, источающую тонкий, но в то же время острый, прорезающий воздух аромат. Лукас осторожно отхлебнул, ощутил крепкий вкус и действительно почувствовал волну бодрости, накатывающую изнутри. «Может быть, чертов алхимик добавляет в свой напиток что-то еще, кроме кофе?» мелькнуло у Лукаса в голове, и он ухмыльнулся. Франческо немедленно дружески ухмыльнулся в ответ. «Давно я вас не видел», сказал Лукас шефу. «В этом нет ничего удивительного. Я опять был в разъездах, вот только вернулся в наше уютное гнездо. А ты, насколько я вижу, залезаешь в модель все глубже и глубже». Лукас отпил из чашки. «Может, все-таки хотите, чтобы я рассказал, как идут дела?» «Нет, нет, нет, я же говорил, не хочу портить себе сюрприз». «Но может, все идет не в ту сторону, куда должно, и вы захотите пересмотреть?» Франческо жестом остановил Лукаса. «Все идет именно в ту сторону, в которую надо». В этот момент дверь открылась и вошел Данил. Не взглянув на присутствующих, он походкой лунатика направился через кухню. Франческо и Лукас молча смотрели на архитектора, ноги которого неестественно подпружинивали, а взгляд сквозил пустотой. Внезапно Данил повернул голову и посмотрел на чашку, стоящую рядом с Лукасом. «О, вот где я его оставил», радостно проговорил он, взял ее со столика и залпом выпил. Франческо усмехнулся. «Данил, такой крепкий кофе не пьют залпом. Это мало того, что невкусно, но еще и неполезно». Данил перевел взгляд на него и нахмурился. «Какой кофе?» Франческо улыбнулся и повернулся к Лукасу. «Не огорчайся, друг мой, я немедленно сварю тебе еще». «О, Лукас, и ты здесь», сказал Данил сидящему все это время прямо перед ним Лукасу. На лице архитектора отразилась неподдельная детская радость. «Ну, как успехи с новой версией модели?» Лукас пожал плечами. «Пока непонятно». «Это нормально», утвердительно сказал Данил. «Но работа тебя захватила, чувствуешь погружение». Лукас задумался, продолжая боковым зрением наблюдать за тем, как Франческо химичит с аппаратом. «Наверное», наконец сказал он. «Вообще-то это все довольно интересно». «Интересно, это хорошо», озвучил очевидное Данил. Лукасу показалось, что это только полфразы, и он ждал, когда Данил закончит, но тот только стоял и улыбался. «Ну вот, готово». Франческо поставил чашку на столик, потом подмигнул Данилу. «Ну что, Данил, куда поедешь, когда мы итерацию закончим?» «Домой, пожалуй». Тут взгляд Данила упал на чашку. «О, вот где я его оставил». Он немедленно взял ее и вышел с кухни. Лукас, сдерживая улыбку, посмотрел на Франческо. Тот развел руками. «Как говорит сам Данил, бог дал, бог взял. Ну не переживай, сейчас я сделаю еще». «Да не надо», стал отнекиваться Лукас. «Ну нет, так не пойдет», отрезал Франческо. «Я вижу, что тебе нужен кофе, и он у тебя будет». «Может, эта жизнь вам говорит, что не стоит?» «Не удержался Лукас. Это же ее работа». Франческо погрозил пальцем. «В основном все тут действительно ее работа». «Но вот кофе моя». И он третий раз завертелся у аппарата. Что-то в машине зашипело, Франческо хмыкнул. Потом, не оборачиваясь, он заговорил пониженным голосом. «Слушай, Лукас, все хотел тебе сказать, да как-то не доходило». Он сделал паузу. «Рано или поздно главный позовет тебя и поинтересуется, что ты обо всем этом думаешь». «О чем об этом?» спросил Лукас. Франческо развернулся и развел руками. «Обо всем, о проекте, о нас». Лукас, ожидая продолжения, смотрел в лицо шефа. Тот, в свою очередь, выжидающе смотрел на Лукаса. «И что мне ему сказать?» проговорил наконец Лукас. Франческо вздохнул, оглянулся, потом снова повернулся к Лукасу и еще более приглушенным тоном произнес. «Ты должен сказать то, что думаешь. Правду». Лукас немного прищурился, посмотрел в глаза Франческо и осторожно переспросил. «Но какую именно?» Франческо улыбнулся. «Ту самую, в которую в этот момент будешь верить». Лукас напряженно пытался уловить подтекст, но все не мог понять, на что намекает шеф. Франческо некоторое время вглядывался в его лицо, а потом расхохотался. «Брось, это не уловка, просто скажи правду». «Хорошо», удивленно согласился Лукас. «Разумеется». «Главный, неотъемлемая часть всей нашей системы», вздохнул Франческо и скрестил руки на груди, отчего его запонка, поймав луч солнца, сверкнула красным. Тут дверь снова открылась, из-за нее высунулся Данил. Он глянул на Лукаса, потом на Франческо, потом деловито спросил. «Я тут случайно свой кофе не оставлял?» «Вы не видели», невозмутимо ответил Франческо. Данил кивнул и исчез за дверью. Лукас чуть хрюкнул, а Франческо тем временем закончил приготовление. Он поставил очередную чашку на столик, хлопнул Лукаса по плечу и направился к выходу. Лукас секунду-другую смотрел ему в спину, потом окликнул шефа. «Франческо!» Тот остановился и оглянулся. «Да, Лукас». «А зачем же вы меня взяли?» Франческо скорчил недоуменную гримасу. «Ты имеешь прекрасный послужной список, отлично знаешь формальные системы, думаешь стратегически, умеешь доводить дело до конца». Хитрая ухмылка появилась на его лице. «Тебе только надо познакомиться с настоящей жизнью». Лукас открыл рот, но Франческо заговорил раньше. «Хочу, чтоб ты вылупился». Показал он на Лукаса пальцем и выскользнул за дверь, прежде чем тот успел хоть что-то сказать. Десять. кофе действительно придало Лукасу бодрости. Он проработал до ночи и даже вернувшись домой, все еще не мог прекратить прокручивать фрагменты модели у себя в голове. Пытаясь переключиться, он уже и полежал в ванне и выпил виски, в конце концов алкоголь и усталость взяли свое, и он наконец почувствовал, что, кажется, сможет уснуть. Он лег и действительно тут же отключился. Ночью ему приснился дикий сон, в котором он сидел в зале какого-то ободранного маленького театра, а Франческо, одетый в красный костюм, стоял на сцене в свете софитов и пел дурацкую песню. Остальные коллеги тоже присутствовали в полном составе. Данил подыгрывал на электрогитаре, а остальные яростно подтанцовывали сзади. В ряду перед Лукасом сидел один зритель. Хотя лицо его было повернуто к сцене, Лукас знал это главный. Его широкий затылок мешал Лукасу наблюдать происходящее на сцене, и ему приходилось наклоняться то вправо, то влево. Тем временем и Франческо уже начал плясать вместе со всеми. Сцена наполняется раскрашенными лицами, ветер поднимается над рванными стройницами, над крышами одетыми закатом в ярко-красное над мною свиньи стилетами рассказывая разное. Ты думаешь и думаешь котле гушует варива, перетекает жижа мысли между полушариями. Думаешь так правильно, ты думаешь так верно, ты думаешь что жизнь определяется наверно. расчерченными сложными извилистыми планами под них и до расплетенными сетями из тумана но дурак так полагает что маррака нет так этот свет заполняет мир кусочками испорванных на звук и борзнованный набивает души это наши данные смотрят прямо в душу утром и подужин в ванной на суше это наши данные смотрят прямо в душу сквозь бифистов сквозь очки и сквозь беруши главное что данные смотрят прямо в душу утром и подужин в ванной на суше Это наши данные, смотрят прямо в душу тебе И хоть играй на трубе, хоть прыгай на голове Хребет не переломишь судьбе Пытаешься напиться, пытаешься забыться Укрыться от полиции, уйти от инквизиции Вот как молоток, ты бьешься с тями в потолок Но не уйдешь ты, не уйдешь ты от судьбы Алгоритмов голубок, ок Запомни свой шесток, запомни свой квоздок Не забывай свой хомуток Ты и думаешь, ты ловкий, и ты думаешь, ты ловкий Не думай, 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 не думай Стопы сквозь очки и сквозь беруши Главное, что данные смотрят прямо в душу Утром он подужен, ванны им нас слушай Это наши данные смотрят прямо в душу тебе И хоть играй на трубе Хоть прыгай на голове Хребет не переломишь себе В конце песни Лукас, к счастью, проснулся И ему не пришлось смотреть другие сцены из этого Очевидно, максимально дурацкого представления Он сел в темноте на кровати В комнате ползали обрывки мыслей В душу данные Франческо Все проклятая работа День презентации приближается Приближается Одиннадцать Последние дни Лукас трудился, выжимая себя до последнего Сперва из остатков энтузиазма, а потом уже просто из упрямства Накануне презентации он еще пытался что-то судорожно сообразить Но, конечно, ничего нового уже не получилось И вот, когда солнце за окном из белого дневного Начало становиться желтым вечерним Он сдался Не вышло Что ж бывает Умом он понимал, что ничего сверхъестественного не случилось Но разочарование было огромным Чувство обиды всплыло откуда-то из далекого детства Но никак не сочеталось со статусом профессионала И еще было немного стыдно Хотя, как ни посмотри, стыдиться было абсолютно нечего Он делал все как положено Как учили, как делал всегда И как ожидал главный И ничего Да, ему не повезло Да это нормально Да, это не говорит о том, что он действовал неверно Но черт подери, почему так? Лукас растер, уставший от напряжения глаза Потом глубоко вдохнул и выдохнул Ладно, черт с ним Был давно понятно, к чему все идет И на что он надеялся? И вообще, он ведь ничего не теряет Хорошо Что теперь? Теперь нужно еще раз проработать презентацию Некоторое время назад Лукас сам же и вызвался провести ее Но поглощенный подбором данных Работал над ней по остаточному принципу Благо, тут рука у него была уже набита Нужно просто взять и доделать Но сперва Чуть передохнуть Со вздохом Лукас поднялся и пошел на кухню Включил нагрев воды для столь презираемого Шефом растворимого кофе Тут взгляд его упал на аппарат В желтых лучах солнца тот отливал Загадочным золотистым светом Лукас усмехнулся Хочешь, чтобы я тебя уважил? Обратился он к машине И, вспомнив про спор, добавил Все равно ведь придется учиться Ладно Лукас взялся за одну из ручек И принялся за дело Продолжая при этом говорить с аппаратом Знаешь, а я ведь только сейчас понял Почему наш с тобой шеф Предпочитает серферов и верующих Верующие не пытаются быть умнее мироздания Они просто стараются понять, что хочет от них Бог И жить по его пожеланиям А серферы знают, что надо просто поймать волну И катиться на ней А не пытаться контролировать океан Аппарат, как будто услышав его, мигнул красной лампой Процесс приготовления капучино удивительным образом снял хандру И когда Лукас шел обратно в кабинет с горячей чашкой Он был почти в ладах с собой и миром Что там? Презентация? Сейчас сделаем На компьютере был еще открыт редактор с моделью Лукаса внезапно охватило какое-то странное детское чувство Он поставил чашку на стол Презентация? Подождет В крайнем случае, сымпровизирую что-нибудь завтра А дай-ка я сначала чуточку побалуюсь И он погрузился в раскрытые на экране недромодели Двенадцать И вот судный день настал Отчетную презентацию собирались посетить главный и еще несколько человек из руководства По такому случаю съехавшихся из других городов С утра Франческо водил их по всяческим важным кабинетам А после изысканного обеда, сервированного на террасе предпоследнего этажа Делегация, наконец, спустилась в конференц-зал уровнем ниже На этом этаже обычно никто не работал Помещения использовались только для исключительных мероприятий Лукас и вся команда уже ждали в зале Франческо по очереди представил присутствующих Зачитал стандартные объявления о неразглашении И предложил Лукасу начать Лукас вышел к стене, на которую проецировались слайды Он был, как всегда, аккуратно одет Волосы ровно уложены И даже поза его выражала сдержанную точность Но все же, если приглядеться, можно было рассмотреть Едва заметные маркеры усталости на лице Чуть покрасневшие глаза, немного опустившиеся уголки рта Слегка сменившую оттенок кожи под глазами Лукас обвел взглядом аудиторию и приступил Как и полагается, он начал с непринужденного И даже несколько шутливого вступления Которое не нарушало нежного пищеварения Слушателей резким погружением в детали Постепенно повествование начинало обрастать мясом И вот Лукас уже разъяснил цели и показатели Потом был опыт прошлых лет И слегка снисходительный пересказ Слухов о поползновениях конкурентов И, наконец, он приступил к их главной гордости Модели Лукас последовательно объяснил Как с ее помощью они медленно, но верно Будут укреплять доминирование компаний на рынке Вот здесь мы можем видеть основные сектора симуляций Закончил он очередное предложение Когда его прервал голос из аудитории «Симуляции чего?» Кажется, Франческо представлял хозяина голоса Как нового финдиректора компании До сего момента тот слушал очень сосредоточенно А теперь принял вид знатока Задающего очень глубокий вопрос Шин подавил улыбку Похоже, финдиректор не очень понял то Что Лукас разжевывал последние пятнадцать минут Лукас несколько мгновений смотрел на него Потом ответил «Мира? Ядро нашей модели — это симуляция мира» «Мира?» — недоверчиво переспросил финдиректор «Но разве мир можно вот так просто обсчитать?» «По всей полноте, конечно, нельзя», — согласился Лукас Но кое-что можно Симуляция, разумеется, селективная и неравномерная Где-то мы загружаем очень точные данные Где-то обобщенную статистику А где-то и просто вручную затыкаем дыры правилами и формулами Это, собственно, одна из самых сложных задач Выбрать, что из реального мира И с какой точностью следует помещать в модель Нам нужно уложиться в заданные мощности И при этом сделать так, чтобы все было достоверно Изоморфно реальности, — еле слышно проговорил Данил «И какие именно данные вы используете?» — спросил финдиректор, нахмурившись Отчего на его лбу образовалась благородная морщинка псевдоинтеллектуала Лукас с готовностью начал отвечать «Сейчас расскажу Вот взять, к примеру, нашу компанию Она представлена почти один к одному Со всеми сотрудниками, сделками, клиентами Почти все, что есть в наших внутренних базах данных Было использовано в симуляции «А вот эти дыры, которые вы затыкаете?» — перебил финдиректор «Они где?» «Много где?» «К примеру, у нас нет точной модели жизни глубоководных рыб Просто кое-какие общие данные о свойствах жизни в океане» Финдиректор, понимающий, кивнул головой и подытожил «Значит, ваша модель — это симуляция» «Не только» «Помимо симуляции, это обвязка из разных инструментов Что-то помогает симуляцию строить Что-то нужно, чтобы оценить ее внутреннюю согласованность И достоверность относительно реального мира Что-то быстро проверять гипотезы» «И какие же гипотезы вы проверяете?» «Проверяем, какие изменения можно внести в мир, чтобы повысить нашу прибыль» Тут из публики раздался другой голос «Ладно, хватит деталей» «Ты скажи, высчитали вы, наконец, что-нибудь для стратегии на будущий год» Голос принадлежал очень худой женщине в сером костюме Она, насколько Лукас запомнил из представления, ведала всем маркетингом организации «Высчитали?» — кивнул Лукас «Ну и что там?» — нетерпеливо переспросила она «Опять будем подправлять жизни клиентов, чтобы не попадали в страховые случаи» «Нет, на этот раз заходим с другой стороны» Лукас взял стакан со стола, сделал несколько глотков «Но! Не томи!» — потерял терпение тощие Лукас поставил стакан на место «Нам следует создать кластер из значимых для культуры людей и слегка на них подействовать» И тут, как бы раздвигая пространство комнаты, в разговор вступил спокойный голос главного «Культуры? Почему?» «Мы вообще-то страховые продукты продаем» Ни лицо главного, ни интонация не выражали удивления На лице же Франческо отразился отблеск удовольствия Лукас посмотрел на главного и продолжил объяснять «В этом году мы смогли загрузить в модель намного больше информации Теперь она лучше понимает глобальное устройство мира» Он кинул взгляд на финдиректора «То, о чем мы только что говорили» Лукас выдержал паузу «Нам нужно выбрать определенных деятелей культуры» Он сделал небрежный жест рукой, напоминающий одновременно перелистывание страницы И взведение курка невидимого пистолета Писателей, музыкантов, видеографов «Как выбрать?» Он выученно усмехнулся «Для этого у модели есть специальный набор правил» «А потом?» Он сделал небольшую паузу и добавил более тихим голосом «На них надо подействовать» «Как?» Продолжая испытывающий глядеть на Лукаса, спросил главный «На разных по-разному, есть варианты» «Ну, приведи пример, как действовать» Нетерпеливо спросил отоще Лукас неопределенно повел рукой «Кому-то денег подкинуть, кому-то по карьере поспособствовать, а кого-то наоборот» Он перешел на нарочито непринужденный тон «Немного ввести в напряжение» «Припугнуть» Вставила Шин с еле заметной улыбкой Главный посмотрел на Шин, потом на Лукаса и в конце на Франческо «Вы предлагаете запугивать известных людей?» Накинулась на Лукаса тоще Главный посмотрел на Франческо «Да нет, не запугивать, конечно» Поспешил ответить Лукас «Разумеется, мы не предлагаем слать письма с угрозами или что-нибудь в этом роде Просто нужно создать вокруг человека немного напряжения Аккуратно подкрутить мир вокруг него так, чтобы подействовать на отзывчивые участки его психики Как подкрутить? По-разному Вот, к примеру, для одного писателя предлагается создать атмосферу тревожности без явной логики Но с некоторыми ключевыми событиями вроде угрозы аварии И что потом? А потом эти люди просто живут своей жизнью Пишут, говорят, дают интервью и при этом оставляют свои следы в информационном поле А общество потом покупает много страховок «Почему?» Похоже, искренне сились понять, спросил финдиректор Лукас выдохнул «Не знаю, может кто-то почувствует вкус к беззаботной жизни и накупит страховок, чтобы всякие неприятности не нарушали его финансового, а стало быть и душевного равновесия Или наоборот, начнет беспокоиться из любой мелочи и будет в панике скупать страховки «Ты хочешь сказать, задумчиво сказал финдиректор, что вдруг писатели начнут сочинять книги про автокатастрофы и люди побегут закупать автостраховку?» «Я не знаю, — повторил Лукас, — но не думаю, чтобы все работало настолько прямолинейно Скорее, через какие-то косвенные события будут настраивать подсознание на нужную волну» «То есть как это ты не знаешь?» — взбеленился финдиректор Лукас выдержал его взгляд «Вот так? Не знаю?» «Если вам хочется узнать точно, вам придется спросить того, у кого соображалки побольше» Ухмыльнулась Шин и сделала несколько ленивых движений челюстью «Похоже, она жевала жвачку, что делало ее поведение не просто непринужденным, а даже весьма нахальным» «Например?» — спросил финдиректор, не скрывая раздражения, и обвел взглядом всю комнату «Например?» — модель? — язвительно подсказал Шин Финдиректор перевел взгляд на Лукаса «Так все-таки можно получить объяснение от вашей модели?» «Технически можно» «Хотите посмотреть?» — опять влезла Шин «Когда?» «Да хоть сейчас» — с улыбочкой ответила она «Ну, давай поглядим» — с нотой легкого презрения ответил финдиректор Оба помощника Шин, выжидающие, смотрели на Лукаса Лукас кивнул одному из них и сказал вслух «Визуализируй модель» Тот засуетился на своем ноутбуке Включилась проекция, изображающая большую запутанную сеть из разноцветных узлов и линий между ними Лукас стал жестом приближать изображение к одному из углов И оказалось, что сам узел — это не монолитный шар, а сеть из других узлов и линий Изображение продолжало приближаться И теперь наезжало на один из дочерних узлов Тот, разумеется, тоже распался на составляющие Картинка нетерпеливо двигалась вглубь структуры Пока, наконец, очередной узел не превратился в надпись Если скобка открывается «возраст больше 40», скобка закрывается И параметр 559987876118761167 равно «нет», скобка закрывается То «выход» — «четыре пять, шесть три, ноль семь, ноль два, четыре шесть, девять, ноль один» Ну вот, довольно кивнула Финди Рушин Ну и что это? Не понял тот Это объяснение того, почему определенные действия с миром ведут к увеличению средней выручки с клиента Довольно проговорила она «А в двух словах можно?» Раздраженно спросил Финдир, обращаясь к Лукасу «К сожалению, нет», — спокойно сказал Лукас Лицо Шин выражало не особо скрываемое удовлетворение «И кто это вообще может понять?» Лукас пожал плечами «Возможно, другая модель, еще больше мощности» «А из людей?» Думаю, никто «Так ты хочешь положиться в нашей стратегии на какую-то модель, которую мы до конца не понимаем?» Финдиректор покосился на главного, будто ища поддержки Главный смотрел на Лукаса Потом он перевел взгляд на Франческа Тот ухмылялся Главный еще пару секунд молча глядел на него и, наконец, заговорил «Хорошо, то есть за все это время вы так и не смогли предоставить внятное объяснение тому, как конкретно ваш план приведет нас к результату?» Франческа развел руками Главный перевел взгляд на Лукаса «Нечего добавить?» «Пока нечего» Главный поднялся Он расправил плечи, отчего его галстук броского красного цвета выпятился вперед, будто хотел броситься на присутствующих «Что же, мы не в первый раз поднимаем эту тему У вас было время подготовиться, но вы меня не убедили Я закрываю проект!» Финдир с удовлетворением посмотрел на Шин Тощая же удивленно расширила глаза и непонимающе смотрела на Главного Наконец, она обрела дар речи «Но ведь в прошлом году все вышло хорошо!» Главный спокойно ответил «На самом деле, никто не знает, что именно случилось в прошлом году и каков именно их вклад Хватит!» И тут раздался смех Смеялся Лукас Все повернулись к нему Он веселился так, что из глаз потекли слезы «Ха-ха-ха! Ведь я знал! Знал, что так будет! Знал, что вы сегодня попробуете все отменить!» Главный равнодушно смотрел на него Нетрудно было догадаться Лукас затряс головой «Нет-нет-нет, это не догадка! Я вчера, то есть сегодня ночью, работал с моделью И видел этот вариант!» Наконец, он совладал с весельем и посерьезневшим тоном сказал «Но есть еще одна идея!» Франческо немного сощурился, всматриваясь в лицо Лукаса «Я всю ночь смотрел в модель и понял Есть кое-что, что тормозит нашу компанию И не только ее Мы действуем почти верно, но не совсем И, хоть этого никто не понимает Мы понемногу разрушаем мир Не знаю, почему никто этого раньше не видел А я увидел! Вернее, мы с моделью!» «Да что ты, нормально, что ли, сказать не можешь?» Взорвалась тощая и даже несколько раз хлопнула Длинной костлявой ладонью по столу Лукас посмотрел на нее усталым взглядом А потом вдруг лучезарно улыбнулся «Могу» Он сунул руку в вырез пиджака И извлек откуда-то из его глубин Массивный черный пистолет «Ой!» Хором взвизгнули фендир и тощие «Лукас, это еще что?» Поднял брови главный «Это инструмент для решения нашей проблемы» Ответил Лукас «И какая, по-твоему, у нас проблема?» «Наша проблема?» «Это вы» «Я?» «Каким образом?» Лукас пожал плечами «Все конфигурации мира, которые я пробовал в симуляции Без вас выходят лучше, чем с вами» «И что?» «Ты собираешься в меня стрелять из-за того, что ты ночью увидел в программе?» Лукас улыбнулся «Кто я такой, чтобы спорить с моделью?» Он вскинул руку И выстрелил Фендир закрыл лицо руками, а тощая просто зажмурилась Ассистенты вздрогнули, Франческа и Шин неотрывно следили за Лукасом Данил никак не отреагировал Главный по-прежнему стоял на своем месте Видимых повреждений на нем не было Лукас, все еще направляя пистолет на главного Сделал шаг вперед и несколько раз щелкнул спусковым крючком На этот раз выстрелов не было Лукас посмотрел на пистолет, потом снова на главного «Интересно», — пробормотал он себе под нос Тут дверь распахнулась, и в помещение ворвались двое охранников с оружием Лукас обернулся к ним и удивленно проговорил «Ага, и как быстро?» «Просай пистолет!» — заорал один из охранников «Да, конечно», — согласился Лукас и кинул пистолет на пол Главный поднялся из-за стола и обратился к охране «Ведите его в зал у лифта и ждите нас там Ничего больше не предпринимать» «Пошли!» — приказал Лукасу охранник, держа его на прицеле «Пошли!» — бесстрастно согласился тот Они вышли Главный долгим взглядом посмотрел на испуганного Финдира Потом на Тощу «Не надо пока никому сообщать» Финдир с готовностью кивнул Тоща открыла было рот, чтобы возразить Но главный властно повторил «Не надо!» Тоща покорно опустила глаза Главный холодным тоном продолжил «Мы обсудим случившееся позже А сейчас мне надо выяснить кое-что с ними» Он перевел глаза на оставшуюся команду Финдир робко спросил «Тогда мы подождем внизу?» Главный кивнул Финдир поднялся За ним поднялась Тоща И они побрели к выходу Финдир вышел первым На пороге Тоща оглянулась Покачала головой Открыла рот, чтобы что-то сказать Но передумала и тоже удалилась Когда дверь за ними закрылась Главный повернулся к Франческо На лице у него расплывалась улыбка Франческо встал и прошелся по комнате Потом торжествующе поглядел на главного и заговорил «Ну вот и все Ты хотел демонстрацию? Ты ее только что посмотрел Что скажешь?» Главный кивнул «Убедительно Хотя я бы еще перепроверил, что он с тобой не в сговоре» Франческо засмеялся «Ты же сам выбирал кандидата» Главный внимательно вглядывался в лицо Франческо Потом он скрестил руки на груди и заговорил «Ладно, то есть ты утверждаешь, что вы за три недели довели его до идеи убийства, рассчитав свои действия через модель» Франческо кивнул «Вычислительный бихевиоризм – мощная вещь» «И вы считали на той же модели, которая вычисляет нашу стратегию» Это две разные модели Одна для вычисления стратегии фирмы Вторая – поменьше Для того, чтобы подготовить Лукаса к демонстрации Но принцип у них один А сам он над какой моделью работал? Ах, это третья Клон первый с незначительными изменениями, внесенными по совету второй Так что все как договаривались Лукас подтверждает наши рекомендации и сверх того пытается в вас выстрелить Достаточно этого, чтобы доказать работоспособность метода Главный нахмурился и погрузился в размышления Все ждали Наконец его лицо разгладилось Убедил Хорошо, я принимаю план Будем воздействовать на культуру Франческо хлопнул в ладоши и победным взглядом окинул команду «Жалко Лукаса» Вдруг пролепетал один из ассистентов Франческо подошел к нему и дружески хлопнул по плечу «Ничего, я с ним поговорю, и он оправится Я думаю, мы сможем на самом деле принять его в команду» Главный поднял бровь После того, как вы сыграли с ним в темную Франческо повернулся к нему «Именно, зато теперь он сам посмотрел в бездну А она, как говорится, в него Такие люди нам нужны Злиться не будет?» «Злиться?» «Может, и будет Но, с другой стороны, на кого ему злиться? На меня?» «Откуда ему знать?» «Может, и я жертва какой-то модели?» «Ладно, тебе виднее Надеюсь, пока вы готовили его к демонстрации Вы ничего не повредили в его голове» Франческо широко улыбнулся «Жизнь только и делает, что повреждает нам головы» «Ничего, живем дальше» «Ничего, живем дальше» «Может, и원а, faculty спорта,rawn, пришел INVES DIped» «Ничего, живем дальше» «Паустребление сердца, Pullpad видом на subsequей Андреева» «Н само Coast Gridоне» «Оlong, ancestral, а народ, пришел в один美ство Lizzo» Продолжение следует...